В Рео главы республики Сергей Миняло сообщил о начале благоустройства Владикавказа. Предпроектные работы проходят на водной станции в Центральном парке имени Коста Хитагурова и Детском парке имени Жуковского. Начали предпроектные работы по благоустройству. Вот допустим водная станция, ну заехал на водную станцию, хорошее место, хорошо там еще сохранилось все 15 гектаров нашей земли, два озера. Мы договорились с ВЭБом, один из компаньонов ВЭБа это ООС «Стрелка», которая проектирует такие общественные пространства очень хорошо. Мы договорились с ВЭБом, что она проведет проектные работы или спроектирует нам водную станцию. Основная задача одна, в этом году, чтобы проект был готов, причем это будет бесплатно для нас, ну там с небольшим софинансированием, чтобы соблюсти юридические составляющие. В этом году закончить проектирование, в конце этого года войти туда и к началу следующего сезона озера и ближайшую территорию делать, закончить. Администрация города примет участие в программе формирования городской среды. Планируется реконструировать набережную реки Терек от водной станции до улицы Пожарского. Также работы пройдут в Олимпийском парке и парке Жуковского. По поручению главы администрации Владикавказа Вячеслава Мильзехова идет формирование технического задания по рекреационным зонам города. Его направят в Национальный институт развития ВЭБ РФ. Документы получат и специалисты, они будут заниматься разработкой концепции всех зон. На следующем этапе пройдет анализ территории и формирование эскизных проектов. Мы занимаемся большим объемом работы по формированию технического задания по стратегически важным направлениям по рекреационным нашим зонам. Наша основная артерия – это набережная реки Терека, которая плавно переходит из одной водной в другую водную. И мы на сегодня готовим техническое задание по указаниям главы республики. Также мы затрагиваем парк Жуковского и Олимпийский парк, который у нас, данное техническое задание будет направлено в проектные организации, которые будут заниматься непосредственно этими вопросами. Следующий этап уже непосредственно на место приедет проектная организация, которая будет заниматься анализом территории. Продолжение следует...